всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу сделать расклад с подведением итогов 2021 года где-то в подсказках сверху где-то тут до либо тут не знаю где получится будет подсказка на расклад который назывался энергии 2021 года нам тоже было три позиции можете не слушать вступление а сразу перейти на необходимую вам позицию и сравнить если тогда вы выбирали то просто можно освежить в памяти посмотреть проверить проигрался ли действительно год так как я о нем говорила те энергии проигрались или нет плюс ко всему где-то в середине года я всегда делаю в этом году немножечко позже было по моему либо это был август да либо сентябрь же сейчас не помню я провожу промежуточные этапы того чему мы научились да тоже желательно посмотреть опять-таки выставлю либо здесь либо вот здесь где-то подсказку да тоже можете перейти проверить посмотреть вот но а сегодня мы сделаем просто итог наверное до года вопросов будет много но я их подробно озвучивать не буду основные моменты колоды значит первая вторая третья позиция голубенькие красненькие зелененькие камешек как обычно колода таро николета чиколи таро танец шамана логинова и театр кук вот кукол вот три колоды впервые сегодня буду вводить колоду николета чиколи посмотрим как отыграется я когда пробовала недавно с ней поговорить мне она казалась достаточно такая разговорчивая но она жесткая вот хоть и энергии были такие девчачьи но скорее всего как и все дети которые достаточно болезненный колка могут иногда высказывает свою точку зрения вот они колета не является исключением но посмотрим да как она будет отыгрываться вот тайм-коды есть надеюсь вы готовы и мы с вами приступим значит первая позиция камешек я поставлю сюда в сторонку вот чуть ниже и мы с вами приступим я выложу как обычно сразу 10 карт буду их раскрывать создам такое поле как я люблю последнее время и посмотрим значит у нас будет 10 вопросов значит мы 10 карты и выложим в хаотичном порядке упала карта мы ее сразу и откроем вот пажи мечей выпал на так сколько у нас я здесь выложила значит два четыре шесть восемь десять вот как раз ки 10 карты и выложила если будет необходимо вот выложил еще дополнительные карты так хорошо что они в хаотичном порядке и я не буду переживать по поводу того что как-то что-то криво где-то легло и так каким был ваш год общая энергия ну вот с этого давайте мы и начнем с этого органа о чем говорит паш мечей паш мечей в этой колоде нам говорит о том что год по сути был таким достаточно легким да нельзя сказать что он был тяжеловесным но даже легкость не в том что не было трудности каких-то сложностей а скорее всего то что вы не были слишком заземленными да почему потому что здесь мы видим паш находится в каком-то полете до ноги его не стоят на земле скорее всего так вот посмотрю две секунды здесь присутствует очень много бабочек да и данный паш то и держит по моему в руках бабочку поэтому общая энергетика я могу сказать то что вы как-то больше были в себе больше искали ответов на какие-то конкретные вопросы для себя хотели в чем-то разобраться год был каким-то образом трансформационным для вас потому что мы видим что бабочки да вот здесь вот летает бабочки всегда является символом символом неких перемен до перехода от одного состояния в другое в общем здесь присутствует легкость парения некая такая прозрачность но опять-таки это не говорит о том что год для вас был таким легким а здесь говорится скорее всего о том что вы больше находились каких-то своих размышлениях больше были погружены в себя что-то новое возможно новое что-то искали для себя возможно хотели в чем-то разобраться возможно какое-то вот обновление что-то скинуть сбросить себя от чего-то избавиться какие-то новые мысли к возможно какие-то новые идеи у вас были голове но при этом знаете вот это не груз это не тяжесть здесь как будто бы знаете вы были человеком интровертным но не грузили себя важно было что-то разобрать что-то найти в себе знаете вот какая-то одна общая энергия возможно это и касалось отношений даже не отношения с людьми а отношения с миром жизнью с вашим мировосприятием мира ощущением очень много вопросов было к себе очень много было каких-то знаете вот переосмысление но они не были тяжелыми еще расскажу да здесь не было такого что вот прям груз и невозможно было выйти здесь скорее всего какой-то вот этап взросления происходил паш сам по себе говорит у нас про обновление да вы как маленький ребенок который искал ответы на какие-то очень важные вопросы для вас да в чем-то все-таки вы хотели разобраться ну давайте уточним на всякий случай что еще каким еще был этот год так это у нас девятка кубков ну да вот смотрите год какой-то степени здесь а вы видите да и не буду вам объяснять что здесь и как год в принципе он был хочется сказать сфокусирован на том чтобы избавиться от того что вам не приносило удовольствие знаете какая-то вот очищение но не не то чтобы вы это делали осознанно здесь как будто бы вы взаимодействовали с миром да и люди как-то вас немножечко побаивались до побаивались скорее всего вот этого вот вашего внутреннего удовлетворения ваших новых каких-то идеи виденья того что вы хотите получить от жизни потому что девятка кубков это про наслаждение это проводу удовольствие мы видим да здесь девочка сидит в этой чашке вот и ей прислуживает кувшинчик то есть она получает удовольствие и она зациклена на себе опять-таки вот эту вот интровертность да спажом мечей она мне здесь очень ярко показана почему потому что я абсолютно все равно что ощущает здесь это печенька вот что она может в какой-то момент даже размякнуть и может быть некомфортно она может быть съедена именно поэтому здесь и пироженка то убегает до ложка есть до что возможно следующее будет это вот как раз таки пироженка суть чисто энергетически по этому аркану не говорит о том что здесь ощущение того что настолько уже все наболело настолько все уже присытилась что уже было как-то наплевать на других людей не потому что вы как-то эгоистично а потому что вы устали и вот это вот усталость она привела к тому что а давай-ка я пересмотрю свою жизнь а может быть хватит где-то распыляться на других людей что-то делать для других может быть пришло время знаете вот как-то изменить ваше видение мира изменить ваше мироощущение и больше получать удовольствие больше какого-то комфорта хотелось до меньше каких-то телодвижений удовольствие это какая-то вот внутренняя ваша потребность пребывать комфорте но не в контексте того что я не хочу развиваться а вот здесь вот как будто вы знаете вы себя собираете вот как в этой бане до ванной когда наполняешь ты просто расслабляешься ты хочешь сбросить весь этот груз да возможно какие-то ответы на вопросы для себя вы не нашли возможно что-то вам было непонятно что-то вам было неизвестно и вот это вот расслабление внутреннее она вам было необходимо возможно в каких-то моментах ставить себя на первое место да где-то может быть и быть эгоистичной по отношению к другим людям но это вот какая-то вынужденная мера должна была быть то есть иначе вы бы как-то не изменились где-то забирали у вас людей из вашего пространства да для того чтобы его как-то обновить но вам все-таки как-то было безразлично да потому что вот уровень усталости внутренней вообще от жизни от всего знаете когда говорим что все хочу пожить для себя да и мне уже все равно обижается там кто-то не обижается как он себя ведет какое поведение вот и вот как будто бы свыше да вот этот вот крылатый кувшинчик да дает вам подливает все время какую-то новую информацию может быть какие-то эмоции да где с одной стороны вам все время указывали что помни о себе да это твоя жизнь вот как ты решишь так и будет здесь какие-то мироощущения изменились год был какой-то интровертный больше нежели экстравертный хорошо что хотели или ожидали от него так ту спиндакли есть опять-таки птички знаете ожидали каких-то я бы сказала шансов каких-то новых возможностей и в какой-то степени это вам удалось да то есть какие-то идеи возможно до реализовались и вы были знаете одно дело когда ты ожидаешь а другое дело когда это случается вот каких-то моментов что-то такое неожиданно вашей жизни происходило на что вы сами были удивлены то есть а как так как такое могло случиться да и это неплохое нехорошее вы просто не ожидали еще раз повторюсь одно дело мечтать а другое дело это увидеть реализованным желание какие желания здесь были да знаете удовольствие до достатка какого-то возможно каких-то идей вот это вот шарообразная частью этого туза напоминает некое такое яйцо до рождения чего-то нового рождения и поэтому здесь у нас и птичка краски выходит из этого яйца как будто бы вы ожидали что что-то изменится на какая-то вот удача будет на вашей стороне может быть ожидали даже каких-то приятных вестей в какие-то периоды вашей жизни и такое случилось на потому что птицы это всегда вестники каких-то новостей и глядя на девочку да мы здесь видим что все-таки новости то неприятные здесь как будто бы знаете есть еще ощущение того что вы сами от себя не ожидали каких-то поступков каких-то действий каких-то моментов вот что это было я хочу уточнить да почему потому что так семерка аркан аркан силы вы скорее всего не ожидали что вы найдете в себе силы на какие-то изменения на какие-то трансформации пойти во что-то новое поступить как-то иначе во благо себе скорее всего нежели во благо других людей здесь энергия да у этого аркана какая-то сила да ну во первых аркан шута в этой колоде он напоминает вот как эта платформа но здесь платформа она такая знаете достаточно устойчивая да вроде бы и есть движение в то же время есть комфорт удобство и и вот это вот доверие здесь скорее всего вы прорабатывали доверие к самой себе весь год был направлен на некое взросление еще расскажу внутреннее психологическое взросление да когда вы учились заботиться о себе в первую очередь да думать о себе в первую очередь возможно долгого периода времени вашей жизни такого не было могу сказать вот прям предположить что ну возможно всю вашу зрелую жизнь вы как будто бы вот все для других для других в этом году как будто бы нашли внутреннюю силу до преодолеть вот это вот ваше служение непонятное для чего во имя чего другим людям да и нашли в себе силы как-то измениться изменить свою жизнь в лучшую сторону я не вижу пока здесь каких-то результатов этого года здесь как будто бы идет сеяние вашего мира ощущения мира восприятия и возможно последующие года вы увидите результаты но здесь вот очень основной момент было найти в себе силы найти силу духа силу воли что-то сделать не так то есть здесь какие-то сценарии может быть были многогодовые да и вот вы нашли в себе силы изменить что-то пойти против самого себя довериться попробовать рискнуть где-то не знаете как-то вот вытаскивали себя преодолевая какое-то свое внутреннее упрямство упорство до держаться в каком-то в какой-то может быть привычный вам стезе да и вот как вытаскивали себя за волосы какой урок вы отработали или какой узел развязали так шестерка мечей вот еще раз скажу знаете взросление потому что мы видим здесь девочку ну во первых она находится в гробике да то есть идея этого аркана заключается в том что какая-то некая такая трансформация то есть гроб это всегда смерть это всегда перерождение и в данном случае здесь идет перерождение каких-то детских ваших восприятий то есть какой-то урок какие-то сценарии именно детские вы отработали почему я говорю детский потому что мы видим вот здесь вот лошадка деревянная перевернута жираф перевертый да то есть какие-то детские иллюзии какие-то детские игры восприятия мира да даже заяц здесь который стоит в виде ангела да он как будто бы недоумевает что а теперь а с кем я буду играть да то есть нет вот это вот маленькая девочка с которой когда-то я раньше играл в интересные игры сейчас она как будто бы повзрослела и повзрослела мы видим здесь бант в ее голове до голова у нас отвечает за мыслительные процессы да и бант он напоминает какой-то вот подарок до завязанной то есть здесь как будто бы это было подарком вашей жизни именно новые мысли новые идеи опять-таки в контексте общего направления общего веяния поэтому какой урок урок того что где-то какие-то детские сценарии детско-родительские может быть да кто кто-то работал над с собой но опять-таки здесь понимаете здесь очень общая глобальная здесь нету чего-то такого конкретно сказать что вот вот этот сценарий там в отношениях например с любимым человеком либо с ребенком я как-то отработал да либо там с по каким-то партнером нет здесь как будто бы наступает новый этап новый этап взрослений когда детская жизнь уже заканчивается и что-то новое да обязательно но должно начаться здесь мы видим как раз таки еще и елуда которые в принципе по кругу по кругу крутится одно и то же и она прокинута то есть здесь опрокинуты какие-то детские детские моменты это знаете еще может быть когда мы перестали верить какие-то иллюзии да то есть здесь вот уроки иллюзий тоже может 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 быть отработаны что вы уже как-то более реалистично стали смотреть на мир уже нет вот этих вот ожиданий восхищения что вдруг случится какое-то волшебство здесь как будто бы человек с одной стороны оставляет позади вот это вот все волшебство свое все вот эти вот игры им какие-то манипуляции возможно а с другой стороны он в предвкушении того что что-то новое что-то в настоящей жизни реальные должно во взрослой должно родиться все же давайте уточним какой урок был отработан вот у нас выпадает башня башня 53 нет час 7 а это колесничий был видите я перепутала а это 5 сетей восемь да восемь здесь скорее всего справедливость здесь я вам сказала что это был аркан силы а это аркал колесницы но мы его оставим как силу потому что если я его так считала да значит такая информация есть независимо от того иногда у меня бывает такое в раскладах что я вижу иные арканы то есть если кому интересно моя личная практика всегда говори что важно то что ты увидишь какая-то вот такая трансляция здесь опять таки справедливость да справедливость какой урок вы отработали вопрос звучал урок того что вот перестаем строить вот эти вот карточные домики на у которых нету сейчас две секунды у которых нету а основы под собой под собой здесь скорее всего это будет не аркан силы а в этой колоде по моему это все же аркан справедливости но однозначно если вы посмотрите вот здесь вот в деталях если видно да прям совсем мелочи то здесь вот убитые сердца убитые сердца как раз таки лично мне видится не в том что разочарованы а в том что скорее всего было урок проработан то что разрушала ваше сердце ваши какие-то ожидания надежды которые не реализовались вот здесь вот эти вот уроки были проработаны знаете в каком плане в том что когда вы видите вот иллюзия скорее всего ожидания того что произойдет и все случится так как я хочу здесь вы как будто бы на людей стали смотреть такими какими они есть на самом деле без каких-то образов без приукрас и и вот это вот да с одной стороны может быть где-то вам и разрушала ваше сердце но это было в прошлом здесь все-таки вы как будто бы вышли из этого либо кто-то проработал те сценарии когда вы сами себе причиняли боль да когда вы сами себе как-то вот причиняли какое-то страдание этого детские детские сценарии для того чтобы на вас обратили внимание то есть либо моменты здесь какого-то самобичевание самонаказание за то что я не достаточно может быть умен не достаточно хорош либо хороша то есть вот это вот я недостаточно когда вы этого не получали из-за своих каких-то иллюзий ожиданий вы потом себя наказывали и сами причиняли себе боль и как следствие притягивали в свое поле те ситуации где вам делали это больно но это являлось следствием ваших каких-то установок убеждений и вот это вот было разрушено да здесь вот общая энергия взрослений я говорю чему вы научились давайте посмотрим чему вы научились ну смотрите тройка кубков вы научились легкости знаете либо вас учили либо вы уже научились не то чтобы легко относиться к жизни а я бы сказала больше себе разрешать на потому что здесь с одной стороны русалки они вроде бы и плещутся до воде но знаете вот вот этот вот взгляд да они куда-то смотрят с оглядкой на что-то как будто бы я разрешаю себе да но раньше возможно вы это делали с оглядкой то есть а вдруг что-то пойдет не так да вдруг что-то случится и меня как-то вот опять таки вот этого чувства вины до меня накажут а здесь в этом году вы как будто бы я не знаю полностью научились или нет но однозначно вы пробовали больше получать удовольствие да да для себя здесь вот это вот конкретная русалка она закрывает глаза и она как будто бы не знаю в своих представлениях что-то о чем-то мечтает да что-то вот себе разрешает а как-то вот для себя сделать порезвиться повеселиться здесь как будто бы порог ваших собственных желаний да он прорвался не в контексте того что я научился желать а просто вы как будто бы впустили в свою жизнь намного больше желаний как будто бы допустили что если я что-то хочу то неважно сбудется оно или нет но я хотя бы просто об этом начну представлять вот здесь вот долгое время вы держали в себя в ежовых рукавичках и вот по этому аркану да я могу сказать что учились учились как-то вот опять-таки в контексте с девятка кубка расслаблением вы как будто бы учились расслабляться учились учились получать какое-то вот удовольствие наслаждение без опасений того что вам за это прилетит что у вас как будто бы накажут где-то появилась какой-то вот момент некого озорства да какой-то вот интриги для себя включили некую игру в свою жизнь не вот эти вот перестали заморачиваться возможно на над тем а как вы выглядите а как вас воспринимают а судят вас или нет здесь моменты критики тоже есть что а мне уже все равно вот это вот главная карта которая была до первые паш мечи она все равно ведущая по всему раскладу что мне уже все равно но окей где-то может быть осудят где-то что-то скажут не так но не суть главное что я уже что-то пробую дальше посмотрим а от чего вы избавились или что вы проработали король кубков от чего вы избавились во-первых знаете вот когда пол вот такой вот в шахматах да он показывает нам о некой такой системе структуры это король кубков и мы видим что девушка здесь девочка да как будто бы отталкивает с каким-то вот пренебрежением здесь если они мушевая сейчас секунду я посмотрю до корабль смотрите здесь значит корабль на корме если правильно города впереди стоит некий такой принц и вот есть драконы которые защищают да как будто бы отгоняют от каких-то назойливых персонажей да вот она с пренебрежением как будто вытягивали так вот здесь ощущение того что пришло какое-то осмысление вам а чего от чего избавились от каких-то назойливых воспоминаний от каких-то назойливых чувств эмоций скорее всего опять таки от каких-то переживаний вот с этой карты прям пересекается да здесь кубки здесь кубки говорит о том что как будто бы вы научились управлять своими воспоминаниями не обращать эти вот не залипать в них вот так да потому что были какие-то навязчивые может быть идея навязчивые мысли о том что когда-то было хорошо сейчас уже нет да что когда-то были возможности а сейчас уже нет что никогда больше моей жизни не повторится вот что-то такое хорошее приятное что меня наполняла здесь от этого короля кубков исходит такая вот энергия знаете оставьте меня в покое вот отвяжитесь отвалите вы мне все уже надоели вы мне все достали вы здесь вот энергия усталости она проходит поэтому от чего вы избавились наверное от ненужных людей то что я говорила и здесь да вот он виде печеньки а здесь у нас виде принца то есть и люди которые но уже не нужны вашей жизни да их может быть забрали может быть вы ушли но однозначно от каких-то вот назойливых воспоминаний может быть людей то уже нет а воспоминания были и вот вы все время старались избавиться от этого что приобрели что приобрели ну аркан мира так такте давайте положу аркан мира что есть такого в этом аркане мы видим здесь игрушку известную всем вот но здесь есть некие такие границы за пределы которых вот эта девочка как будто бы она прикасается к этому стеклу и она хочет оттуда выйти да то есть у нее есть желание в этой колоде есть нечто аналогичное не аналогичная карта но там нету желания так вот что вы приобрели желание выйти еще раз скажу желание выйти из здесь тоже да мы видим птичка выходит желание выйти за пределы своих каких-то границ за пределы каких-то установок то есть вы приобрели знаете какой-то интерес к жизни которого долго долго времени не было здесь вот это вот ваша внутренняя какая-то работа над собой она вам показала о том что узнаете какую-то бы жизнь ваша разделилась на два момента до момент до этого года и момент того что будет после этого года потому что в какой-то момент все таки девочка выйдет из из этих ограничений на этот шар либо сломается либо как-то вот прорвется почему потому что у нее все-таки есть интерес а что там за теми привычными ну за за тем комфортом который у меня есть то есть знаете сначала вы как будто бы восстановились до по девятки кубков научили жить для себя до нашли в силы в себе о чем-то мечтать о чем-то фантазировать да как-то повзрослеть фантазировать но не включать иллюзии самообмана а вот скорее всего следующий год он будет больше направлен на какие-то ваши действия да вот какой-то прорыв здесь идет зачистка зачистка прошлого зачистка каких-то вот сценариев уроков для того чтобы начать заново начать заново знаете видеть мир как-то вот по-другому не так как вы его видели раньше возможно так как видят некоторые люди да но все таки ощущение от этого года что опять таки вот это ваша интровертность да вы как будто бы переживали жвачка одно и то же одно и то же и приобрели то что вот вас прорвало а давай-ка я попробую все-таки что-то иначе а давай-ка я позволю а давайте я пойду дальше все таки в нечто такое новое до зрелое то есть уже как будто бы ну вам надоело заниматься самообманом потому что вы понимаете что это только вам сердце разбивает то есть вы как будто бы пробуете выстраивать на каком-то вот против прочим фундаменте свою жизнь они какие-то вот песочные замки и карточные какие-то башни потому что нету фундамента да они разрушатся и это знаете как выражалось вот вы сначала когда начинаете либо выстраивать отношения взаимом ну вот знакомитесь новыми людьми с партнерами ваша интуиция она вам заранее говорит о том что ну не то не не надо вам туда а вы все равно шли а потом разочаровывались и здесь вопрос был что это было неоднократно в вашей жизни и вы как раз таки и удивлялись сами себе ну почему ведь я это понимаю ведь я это знаю для чего я так поступаю то есть ну сколько уже можно ходить по кругу и вот этот год вам был дан для того чтобы выйти из этого круга как-то вот понять что вы сами создавали вот это вот повторность в своей жизни цикличность в своей жизни и сейчас как раз кипаркану мира вам в этом году была дана возможность вот завершить это все и выйти выйти за за пределы того что вы уже знаете того что вы уже умеете здесь все розовое здесь все прекрасно здесь все сладко но при этом ну присытили знаете вот как будто бы рискнуть а давай я рискну до пускай вокруг все будет серо на пускай не будет вот это комфорта удобства привычного у мне но я все же попробую я все же рискну вы приобрели возможность пойти создать свой мир другой мир нечто иначе но опять-таки который будет базироваться не на иллюзиях а на реальности чем пополнилась ваша копилка жизненного опыта но вы это не видите чем пополнилась но вы это не видите отшельник чем пополнилась знаете скорее всего вот если вы посмотрите да отшельник он как будто бы ходят внутри себя вот то что я говорила каким-то своим личным собственным опытом только вот здесь его да как будто бы начинается круг заново по кругу как на арене да по кругу ходим и глаза закрыты и я не вижу и вот это вот здесь жизненный опыт знаете вам кажется что вы ходите по кругу но вот в этом году да вот вот это вот здесь спираль она как будто бы выводит вас на новый уровень что вы были вот такой маленькой а сейчас вы уже повзрослели и вы этого не видите вы не видите своего продвижения вот так скажу того что вы вышли уже на другой уровень какие-то вот мысли да вот здесь голове все-таки черные волосы какие-то вот темные мысли они не дают вам увидеть того куда вы двигаетесь то есть появились знаете что появился появилась новое видение да и но вы это как будто бы еще не осознаете вот в принципе то что я и говорила ранее да вы этого не видите что вот вы не по кругу ходите а как-то вот по по спирали то есть знаете как это сказать условно говоря по земле когда вы идете да ну как будто бы повторно одно и то же циклично но с точки зрения развития души вы все-таки идете по спирали выше вот здесь вот этого вот вы не не видите что вы обрели уже видение того и понимание того здесь даже не видение а здесь как будто бы вот интуитивно да вам показывают то что вы весь год сейли а вы еще не видите этих результатов вот вот это вот вас пополнило до семенами которые вы посеяли и вот то что я сказала в дальнейшем последующих годах вы будете постепенно то здесь какая-то очень глубокая работа была проведена внутри вас вы все сеяли сейли сели семена и они как будто бы находится сейчас под землей да еще не проросли и вот это вот отрезок от семян до поверхности земли это самый темный такой путь вот этого вот ростка потому что он под землей у него есть только доверие больше ничего у него нет да у него нет ни навыков ни каких-то вот способности он росток который находится под землей который вышел только из своего семя он идет как-то вот интуитивно на свет а как это прямо по косой по наклонной здесь вот неизвестно и вывод как этот росток вы еще находитесь под землей еще нету света чтобы сказать а в каком направлении двигаться здесь свет это вот ваш прошлый опыт ваша какая-то интуиция хорошо что вы считаете ценным опытом 21 года но она таковым не является вот вы считаете что это ценно на самом деле нет так вот она башни на сейчас секундочку присмотрюсь я к этому аркан с колода все-таки для меня еще новое что является ценным опытом что является ценным опытом знаете скорее всего какое-то разрушение какое-то разрушение но почему это не является ценным опытом вот в колоде чиколи я обратила внимание что проигрывается пятерка да то есть на кубиков всегда вот например 4 1 либо 5 смотрите вот здесь 2 и 3 до 5 суммарно выходит то есть а цифра 5 это всегда про уроки это завершение какого-то вот небольшого цикла маленького вот и и начало чего-то другого скорее всего вот то что вы разрушаете да здесь вот сама башня характерно то что она ну есть какой-то фундамент да но в последующем то как выстроены вот эти вот кубики они неровные и поэтому результата не будет да то есть здесь так или иначе это все распадется и есть возможность вовремя сбежать здесь есть лестница а здесь вы мы видим подковы да которые прикреплена то есть вход ощущение того что то что вы считаете ценным опытом это то что вот вы вошли в какие-то разрушения а почему это таковым не является что вот вы что-то разрушили а почему это таковым не является потому что здесь скорее всего так или иначе прошлое да это шестерка кубков вам кажется что ценным явилось для вас то что вы разрушили прошлое но мне хочется спросить действительно ли это так вот выпадает дьявол вот мне кажется ага не видно вам да вот сюда я вот дьявола положил вот это не так вот почему вы к вам кажется да что то есть вопрос как звучал что считается ценным опытом но оно таковым не является вот разрушение прошлого а это таковым не является почему потому что здесь вот вам нужно понять что не в разрушение смысл а в том почему вы изначально строите не совсем правильно потому что вот в аркане дьявола если вы посмотрите с ощущение того что а девочка она сама как-то как-то доверилась да то есть мы не видим здесь следов какого-то сопротивления то есть она как будто бы сама желает этого искушения и да безусловно глаза здесь открыты мне почему-то это морковку напоминает но не суть вот это вот рогатое существо но оно все равно как-то вот бережно держит да да есть большой язык который может чисто визуально указывать на какое-то желание да на какую-то страсть на какую-то страсть да когда человек прям вождел вождел желает да вожделает вожделение вожделает вот эту девочку но здесь вот ощущение того что она как будто бы сама его знаете приманила и вот когда раздраконила и когда уже появилось желание у этого существа она просто так в его руки ну отдалась и с моментом да делай со мной что хочешь потому что все таки он ее бережно держит да он ее не бросает вот она как будто бы руки опустила вот в такой театральной позе да что я отдалась этому будь что будет только вот ценам это почему не является потому что то вот здесь вот ощущение того что вы неосознанно это все разрушали разрушение прошлого есть но есть какая-то вот театральность в этом да есть игра что а будь что будет вы как будто бы знаете с миром играетесь и говорите окей если хочешь да вот я смогу запросто там уйти что-то разрушить от чего-то отказаться и потом давай посмотрим а что ты мне вселенная покажешь да но при этом вы как будто бы сами за варили эту заманушку смотрите четверка педаклей здесь она кажется как будто бы зеркальная но здесь у нас есть девочка здесь есть инопланетяне но здесь нет вот этой вот пуговички да переверты здесь вот как зеркальное отражение и изначально фишка в чем заключается что то что вы хотели разрушить это было создано вами специально здесь вопрос не в разрушение а в понимании для чего вы это создаете потому что изначально то что вы создаете и потом хотите от этого избавиться здесь скорее всего это связано с эмоциями потому что вы хотите то что не то чтобы вам не принадлежит да здесь вот принцесса а здесь как этот инопланетяне да но здесь абсолютно разное то есть такое ощущение если мы говорили бы допустим про партнерские отношения бы сказал что вы притягиваете человека который вообще не ваш и он вам не нужен а вы его притягивается только потому что в нем есть что-то такое не похожее на то что вам ранее известно то есть вот какая-то неординарность непохожесть какая-то вот яркость может быть знаете как этот на злого кондуктора куплю билет пойду пешком вот здесь вот что-то такое проигрывается поэтому сказать что радоваться тому что вы разрушили здесь не в этом победа а победа в том что вы должны осознать для чего какую потребность вы покрываете внутри себя чтобы так сказать не создавать повторно таких моментов хорошо что вы осознали тройка жезлов что вы осознали здесь вот интересный момент я вообще люблю рассматривать колоды с лупой в деталях так вот то что не видно здесь вам будет да это девушка да как ангел которая с крыльями да сидит на дереве и вот идут вот эти вот розы розы вообще это символ развития нашей души мистицизме здесь мы видим лесу да какая-то хитрая хитрость и она оставляет ну то есть идет вот по следу а то что вам не видно это то что здесь на коленях у нее находится маленькая птичка да то есть птичка это как символ новости вы смотрите вот здесь опять этот птичка как будто бы это вот ваша жизнь что ли что-то такое новое и вот вы оставляете после себя какие-то следы и вот хитрость да что сейчас я скажу по-другому что как будто бы вы провоцируете да поступки других людей потому что здесь ангел он старается подарить заново жизнь этой птичке ну своей точки зрения не вот и а птичка как будто бы вот издает последние не знаю крики какой-то вот как этот в книге да птичка певчая когда поет очень красиво падая как раз таки на иглы цветков то есть ее смерть именно в момент смерти она поет самые красивые песни и это первые последние песни в ее жизни дальше идет умирает птица значит идет на перерождение вот здесь вот как будто вы осознали что люди идут по вашим каким-то стопам возможно вы поняли что в чем-то вас повторять здесь как будто бы вы осознали свое взаимодействие с другими людьми почему они хитрят в чем они обманывают что они вообще хотят для себя с одной стороны а с другой стороны это как раз таки аркан развития здесь про это и говорит что вы являетесь каким-то вот первопроходцем потому что вот по вашим следам этих роз на это леса и хочет прийти куда-то да то есть вы как будто бы являетесь первопроходцем я сказала и выпал шут шут это вообще такой знаете в этой колоде непредсказуемый аркан потому что мы видим что он катится на колесах куда катится неизвестно создает очень много шума очень такой знаете яркий яркий персонаж вот и вы осознали что люди за вами идут до что вы возможно являетесь в чем-то проводником для других людей на инноватором каких-то моментах хорошо в чем вы изменились ну аркан солнца посмотрите в чем вы изменились отсвечивает так покажу в чем вы изменились до темная карта безусловно на заднем плане но девочка она здесь такая в принципе радостная да и опять мы видим вот этот вот шар в ее теле и соты да как летят пчелки на мед вот и ну такая манкая притягающая в чем вы изменили скорее всего своей внешностью вы изменились однозначно вы стали таким сладким нектаром для других людей но при этом здесь как будто бы она не зацикливается на том что она притягивает она кому-то войдет своим путем да как кому нужно протянет руку помощи но здесь пчелка сама должна прийти к ней не девочка летит пчелки вот а вы осознали наверное чем вы можете быть полезны другим людям кто вы есть до свою суть хочется сказать что вы осознали что вы поняли насколько вы дороги насколько вы ценные то что вначале вот здесь вот мы говорили вы сами не верили себя здесь вот самооценка поднялась что вам нужно оставить в этом году и не тащить 2022 год это у нас королева мечей если я не ошибаюсь вот если я правильно говорю знаете что нужно оставить жесткость вот это вот то с чего начали свою какую-то мечовость здесь если вы посмотрите до колода очень жесткая чисто визуально но все-таки здесь сценарии идут девочки наши детские сценарии когда все преувеличено так вот здесь королева мечей она как будто бы знаете вот то что она держит ложечки да это вот этот вот глаз этого тортика вся она не взяла вишенку на тортике она вот прям глаз причем глаз рационализма то что отвечает за наше разумное на наш интеллект да и а это королева мечей да что в принципе мечи являются у нас нашими мыслями да здесь вот как будто бы она создана так достаточно холода дыроков на попуска просчитывает какие-то вот ходы принимает какое-то решение да здесь еще и меч она держит нож ссори в руке поэтому я могу предположить что вы оставляете в этом году и не тащите в 22 какой-то свою холоднокровность какую-то вот знаете холодность вот не случайно у нас появляются кубки да не случайно у нас появляется какое-то вот удовольствие причем солнце до радость что-то такое мягкое вашей жизни вы как будто бы знаете спасели первые шаги для того чтобы первые зерна для того чтобы исцелить свое сердце и вот эту вот свою холодность вы расчетливость да какой-то вот вы оставляете 2021 году как-то вот иначе по-другому будете смотреть на мир не будет вот этой вот резкости агрессивности на вот как-то что-то здесь проработано хотя все таки хитрость какая-то присутствует еще не догадца может быть если остается время подумайте почему вы как-то знаете не берете ответственность свою жизнь как будто бы судьбе отдаете ну типа решай ты вот как хочешь так и будет а я пойду за тобой вот здесь еще вот это вот не проработано возможно вы в этом будете работать с этим двадцать втором году да когда вы будете брать ответственность на себя до прекратите вот эти вот игры вызывающие знаете как будто берете на слабо мир я не имею ввиду людей я имею ввиду вообще свою жизнь на вот вселенную судьбу если так можно сказать и говорите есть что ну окей ты типа действуй а я в процессе посмотрю да вот что ты мне предложишь вот какая-то вот все равно есть с одной стороны неуверенность в себе а с другой стороны что я справлюсь да с какой-то вот ответственность а с другой стороны какая-то вот надменность как будто бы судьба что-то должна вам вот здесь вот это вот вам нужно будет только пересмотреть а так очень много работы было проделано и блин пятьдесят две минуты жесть еще две позиции ну хорошо единички я благодарю вас за просмотр пишите свою обратную связь не забудьте посмотреть расклад чтобы сравнить действительно ли то что я озвучила сейчас это было в той в том раскладе по первой позиции или какую позицию вы выбрали для себя а мы переходим и дальше идем дальше позиция номер два красненький камешек и колода танец шамана логинова так и так первый вопрос здесь вторую позицию не буду делать такой огромный сколько выйдет так первый вопрос каким был ваш год напоминаю что вступление было как этот подсказка на расклад которым я делала не хочу сказать слова предсказания на год но в любом случае где я рассматривала каким будет ваш года можете нажать туда и посмотреть выбрать для себя позицию не слушает вступление сразу нажать на необходимую позицию и посмотреть расклад чтобы сравнить а действительно ли это было так или нет для эксперимента и так каким был ваш год королева мечей а вот видите первой позиции я делала поле а здесь нет хорошо так у нас значит 10 вопросов 10 карт я вытащу прям вот хочется прям по порядку значит два четыре шесть семь восемь девять и десятую карту если надо будет вытащим дополнительно итак каким был ваш год королева мечей это год кажется у всех он был такой очень суровой что ли трансформационный весь королева мечей говорит о том что скорее всего либо вы как-то разбирались с чем-то со своим прошлым до что-то отсекали но вот здесь вот не все таки идет больше некая такая целеустремленность на будущее задел на будущее какое-то вы знаете планирование видение этого будущего может быть вы и не в письменном виде это все делали до сказать как-то в планировании а здесь был год как будто бы желание что-то изменить желание примут очень схожа с первой позиции может быть вы смотрели первое теперь перешли на вторую либо где-то в каком-то моменте были в первой позиция а потом как-то вот перешли как продолжение потому что там начиналось спожа мечей а здесь королева мечей очень схожие энергии но при этом они какие-то вот холодные давайте я уточню потому что конкретно мне что-то не подсказывает вот и королева чаш да она представляете две королевы королева у кубков и королева мечей знаете на стыке на на стыке год был какая-то возможно одна половина этого года была такая холодная прям разумная а другая была какая-то мягкая либо вы каким-то образом менялись вот ощущение того что все я поняла что год ваш был таким что вы уходили от какой-то вот мягкости от какой-то может быть жертвенности покладать покладистости понимание других людей до на желание как-то реализовывать и желание как-то вот подстраиваться прогибаться быть хорошей быть мягкой приятный комфортный вот вот эти вот все качества ощущение того что вы как будто бы резко изменили обычно к из королевы кубков королева мечей мы переходим только тогда когда что-то очень такое сильное нас ранило когда мы понимаем что уже но не можем как-то доверять людям уже не можем быть какими-то вот такими наивными да что мир все-таки он жесткий это хорошая площадка для закаливания нас и вот здесь вот ощущение того что был весь год такой дата то вы где-то открывались доверяли то-то вы понимали что нет так нельзя надо идти как-то по другому потом мы понимали что вот это вот жесткость это все равно это не ваша хочется быть но все-таки как-то добрее дать хочется верить во что-то приятное что ну не такой мир каким вы его где-то в чем-то видите да не такая вот реальность вот здесь вот как будто бы вот это вот двойственная природа до двойственная вот эта вот энергия она присутствовала на протяжении всего вашего года дата вы были мягкими то вы были жесткими холодными то вы где-то определялись вами управляли эмоции вы как-то реагировали открывались этому миру то заново как-то обжигались обрезались и опять-таки закрывались опять-таки где-то винили себя до к становились более рациональными опирались либо учились опираться больше на логику ну в общем вот эти вот две энергии да это в общем энергия вашего года который так и проистекала хорошо второй вопрос что хотели или вы ожидали от него так ну смотрите королева педагли что-то у вас какая-то трансформация произошла еще нам вот это императрица не хватало потому что ожидали ожидали какой-то стабильности ожидали комфорта ожидали удобства ожидали чего-то такого привычного возможно кто-то финансов ожидал возможно создание каких-то более уютных приятных теплых отношений до для кого-то может быть а кто-то может быть был сфокусирован на финансовой стороне вопроса давайте я уточню все равно что хотели либо ожидали вот выпадает как раз таки семерка педагли до карта ожидания так карта ожидания да в принципе весь год чего-то и ждали да о чем-то задумывались да что-то может быть вспоминали такая вот знаете некая размеренность что ли чего же вы все-таки ожидали здесь я не могу сказать что что-то конкретного вы ожидали от этого года до кроме вот финансов либо какой-то вот стабильности постоянства здесь вы как будто бы отстаивали до какую-то свою точку зрения либо как-то защищались ожидали что прекратится скорее всего какие-то нападки на вас да что до вас ну не будет людям никакого дела что вот как-то может быть устали от этого да потому что мы видим здесь человека который защищается от жезлов но при этом да ему надо двигаться все равно как-то дальше туда куда он двигается здесь как раз таки обрыв то есть ну отступать некуда уже поэтому что вы ожидали да ничего в принципе не ожидали нам просто хотели быть что еще вы ожидали давайте уточню туза мечей до принятия каких-то решений возможно так что будет какая-то определенность но почему-то здесь ощущение того что это не с вашей стороны будет какая-то определенность а будет какой-то шанс что-то вскрыть что-то понять где-то знаете их ожидали возможно точку какую-то что сможете поставить какую-то точку что сможете как-то определиться что делать как делать куда идти да что-то может быть скрыть здесь какого-то шанса какой-то возможности вы ожидали в чем именно с чем она связано это возможно пятерка пентакли что знаете как-то ситуация с финансами вашей жизни решится с одной стороны с другой стороны вот знаете ваше взаимодействие с людьми но как-то изменится пятерка педакли это карта духовной духовной нищеты до чтобы прекратить и быть вот таким вот нуждающимся человеком что в конце концов вы получите то что вы заслужили что что-то прекратится вашей жизни на вот этого в принципе и ожидали что знаете вот будет какое-то исцеление исцеление вашей души хорошо давайте посмотрим какой урок вы отработали или какой узел развязали это что у нас это у нас десятка или девятка девятка мечей страхи страхи свои какие-то вы отработали связанные с чем знаете во первых здесь какая-то вот энергия сокрушения сокрушает а какой-то вот потери либо боялись что-то потерять либо боялись что у вас заберут либо вот как смотрите здесь общей энергии того что хотели с одной стороны какой-то точки какого-то знаете вот прояснения поставить уже точно знать идти мне дальше или нет что мне делать как не быть вот какой-то ясности с другой стороны в этой ясности как будто бы и боялись почему почему вы этого боялись а потому что здесь есть какие-то ловушки боялись сами попасть а что знаете либо здесь будет какая-то это двинул эту колоду либо будет какой-то вот самообман либо то что вы примите какое-то решение да что ну не во благо она вам да вот вы как будто бы видимо ждали от кого-то другого сам самим сложно было принять это решение с одной стороны как будто бы боялись что вас кто-то обманет вот с другой стороны где то есть вот этот вот страх что вы сами себя в чем-то обманывали ваш это сама мам в чем с чем он связан вот касательно семьи знаете здесь может быть действительно этот год я если я правильно помню двоечек да то здесь было как раз таки расставание какое-то расставание завершение каких-то отношений да и здесь может быть даже родственные какие-то связи страхи страхи не случайно вы ждали что пригодится тот момент когда вы будете каким-то нуждающимся человеком до зависимым здесь вот скорее всего какая-то вот зависимость проходит между вами и вашими либо родственниками либо очень близкими близкими вам людьми с которым у вас есть какие-то семейные отношения может быть ваши дети там внуки не знаю в общем все что связано как-то с родной с какой-то вот зависимостью то есть с одной стороны знаете урок был связан с тем что где-то может быть я и хочу свободы с другой стороны я не понимаю что я буду делать с этой свободой да кто-то как-то вот я вроде бы уже и и понимаю что что-то должно делать ну должен делать либо должна здесь как-то самостоятельно а с другой стороны это все-таки и отсутствие семьи как-то вот разрыв семьей это как-то вас пугало очень сильно да здесь завязано все на стабильности и здесь завязано как-то на финансах и все же какой урок вы развязали ну вот разрушение до разрушения разрыв разрыв какой-то произошел разрыв произошел разрушение хотели вы не хотели здесь такое ощущение что шанс вам этот дали на эти разрушения вот к чему это привело но это привело скорее всего какому-то новому вашему мировоззрению да и это действительно был для вас было для вас действительно уроком так поставить чтобы действительно было для вас уроком потому что смотрите здесь это аэрофант на с одной стороны змеи это мудрости а с другой стороны дева мария с младенцем изображена здесь развязали какой-то действительно урок непосредственно связаны с традициями с какими-то правилами нравами нормами догмами но вот все что было связано какими-то семейными узами либо понятиями либо из вашей родительской семьи либо из той семьи которые у вас было вот что-то около семейное либо семейное здесь проигрывается и плюс к всему завязка привязка к деньгам хорошо чему вы научились давайте посмотрим чему вы научились вот выпадает последняя королева представляете четыре королевы вы прошли вот прям дайте урок многогранности скорее всего следующим этапом следующей жизни будет в следующей жизни а может быть и следующей жизни до говорка по фрейту либо следующем году у вас будет выпадать императрица как ведущий вас аркан потому что выпало все четыре фигуры женские чему вы научились но вы научились опять-таки знаете сказать научились ну вот для меня это слишком громко хоть и вопрос то так звучит вот но научились либо учитесь либо по крайней мере вы определились для себя что вы хотите быть независимой вообще ни от кого быть независимым что у вас есть свое собственное мнение своя точка зрения что вы хотите жить как-то знаете с одной стороны в свое удовольствие но у вас здесь а то что постоянно было у двоек вот это вот общая энергия до кубки мечи кубки мечи а здесь появился огонь здесь появилось желание здесь появилась страсть как-то проявлять себя реализовывать себя по крайней мере вы научились как-то договариваться либо разговаривать с людьми заявлять о себе показывать совершали какие-то шаги в плане того что где-то может быть снимали свои маски и показывали людям что да и вам где-то в какой-то момент больно и да вы нуждаетесь какой-то любви помощи заботе вы не можете быть холодной потому что ну не ваша это природа что да вы тоже где-то в чем-то можете быть ранимой чему научились вот восьмерка мечей видно на не видно хорошо подвинем сюда восьмерка мечей чему вы научились смотреть вы научились выходить смотрите клетка открытая веревка здесь до разорванные веревки здесь у неё на руке и но что есть принципе ничего не сдерживает эту девушку ноги у нее тоже не связаны есть окно есть место когда она может знаете вот совершить побег ее ничего не сдерживает кроме ее самой опять-таки сдерживали ее здесь какие-то страхи поэтому чему вы научились да вы как будто бы научились выходить из своей собственной ловушки то что вы здесь вот боялись попадать самой с какой-то самообман в какой-то момент где-то вы по крайней мере поняли не могу сказать вот не идет мне энергии того что вы этого научились но по крайней мере где-то осознали и поняли как можно сделать может быть где-то начали отслеживать как вы сами себе выстраиваете эти ловушки в чем вы себя сами сдерживаете я не уверена что вы совершаете какие-то действия исходя из новых из нового вашего обучения до нового навыка но в голове по крайней мере вот эти знания они у вас есть как это сделать почему вы и до сих пор этого не делать почему где-то все равно сдерживать себя то есть вы не идете в это окно ну вот верховные жрицы выплода еще один архетип женщины а почему потому что где-то еще не пришли к балансу где-то вы еще знаете в чем-то не определились для себя потому что смотрите здесь интересно здесь волк да как мужской какой-то образно а здесь его кошка какая-то вот такая более женская здесь справедливо здесь равно присутствовать некая такая хитрость и вот меч и жезл да там может быть что-то за ней тоже кстати это змея на опять-таки изображение знаний есть какая-то вот такая установка до платформа что-то такое стабильное достаточно вы как будто бы еще не пришли к балансу вы еще не определились что вы хотите конкретно да поэтому весь год он ведь он-то и был направлен вот почему у вас у нельзя то есть вас мотала от сердца к разуму от разуму к сердце это вот в конечном итоге вот ощущение того что год должен был закончиться как раз ки верховные жрицы когда вы пришли в баланс вы для себя определились до что не надо впадать в крайности не в одну сторону и не в другую а можно прекрасно находить знаете проявление всем своим качеством и педакливой и жезловой и кубковой с мечевой королевой то есть здесь вопрос о местности каких-то применения своих граней вот это вот и есть знание до которые вы получили они у вас есть внутри вас поэтому осталось только научиться пользоваться этим отчего избавились окей тройка пинакли интересный момент знаете избавились скорее всего возможно здесь от какого-то партнерства возможно кто-то здесь избавился от того чтобы как-то строить здесь знаете хочется сказать что даже кто-то дома избавился от какой-то недвижимости да может быть за что-то боролись боролись с кем-то может быть выстраивали а потом как вариант расстались и оставили там дом недвижимость либо еще что-то земли какие-то другому человеку может быть это была профессиональная сфера до в партнерстве оставили бизнес как-то своему партнеру избавили скорее всего то от чего вы строились а чего вы строили избавились от того во что вы вкладывались избавились от знаете как-то вот постоянное совершенствование своих каких-то навыков давайте я еще уточню от чего вы избавились вот опять таки видите выходит тройка жезла на избавились как-то вот от желания двигаться дальше почему 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 вы избавились почему именно избавились вот я не понимаю вот предательство мы там в прошлом и оставим на потому что были какие-то предательства то есть а я понимаю что что-то видимо строили что-то во что-то вкладывались на что-то надеялись как-то вот развивали а потом произошло какое-то вот предательство какая-то боль какая-то рана обида что-то здесь такое негативное было вот прям сама картинка нее даже интерпретировать не надо сама картинка нам показывает что здесь изображено и вот от этого вы избавились то есть вынужденная какая-то позиция конфликт ссоры и вам пришлось избавиться от того что это даже не избавиться уступить хочется сказать да потому что вы понимали что во-первых вы это не выиграете а ощущение даже есть какое-то судебное дело что вы его не выиграете с другой стороны даже если бы выиграли то как будто бы вы это не потянули если это бизнес то самостоятельно вы бы его не потянули вот поэтому как-то вынуждена но знаете вот как облегчение он все равно было вот эта ситуация доходе карта позитивно они все равно были для вас каким-то грузом на не потянули вы энергетически бы это хорошо а что что приобрели вот давайте вот здесь вот мы это карту откроем и посмотрим король чаш король чаш кто-то кто-то возможно и приобрел любовь а все-таки даже если это не не новый мужчина хотя может быть такое тоже если вы женщина да кто-то может быть приобрел навык и умение управлять своими эмоциями знаете даже не то чтобы управлять эмоциями а скорее всего оставлять позади то те эмоции те переживания те состояния которые вам уже не во благо вот здесь вот как раз таки вот это вот смотрите прям как пара над головой ушла вот здесь как раз и вы включали мечевую даму да когда вам надо было избавиться избавиться то есть найти осознанно как-то прорабатывали о том что все надо забыть надо это ставить на эти воспоминания потому что я в них по погрязаю как это погрязла погряз и ну надо выходить из этого потому что надо как-то продолжать дальше жить самостоятельно вот приобрели вот это умение избавляться от ненужных воспоминаний которые вас ранят так хочется сказать чем пополнилась копилка вашего жизненного опыта но вы это не видите какой опыт там вы приобрели но вы это не видите четверка педакли знаете какая то вот стабильность а и даже не столько даже и стабильность сколько умение отстаивать свою точку зрения умение здесь вот повторно но четверка педакли она говорит что оставайтесь при своем убеждении да то здесь мы видим что он кому-то бы удерживает что-то такое знаете очень ценное важное так вот вы этого не видите но вы как будто бы научились научились брать только то что для вас важно то что для вас цена и уметь другим найти вот свою позицию отстаивать уметь придерживаться своей точки зрения не обращать внимание на какое-то давление вам это было очень трудно очень прям очень трудно очень сложно почему потому что до кубковая королева она всегда говорит что лучше уступить лучше ну вы же импад вам проще и чего сейчас покажу вы же импад вам вы вы чувствуете ощущение других людей поэтому вам проще как-то уступить потому что это конфликтную ситуацию она вам потом как-то отыгрывается внутри вас очень болезненно вот а тут вы научили учились говорить нет давайте так скажу ну если нет то хотя бы так как-то тихо до себе под нос но уже где-то огрызаться уже где-то показывать зубки пускай молочные но все равно вы это уже можете вы уже говорите свою точку зрения даже не боясь но вы этого пока еще не видите хорошо следующий вопрос что вы считаете ценным опытом а да ссори запнула что мне показал что мы только что на это ответили нет это новый вопрос что вы считаете ценным опытом этого года 21 но оно таковым не является что было для вас ценным опытом но ну таковым не является это вот у нас четверка мечей очень интересно ценным опытом для вас было знаете остановка остановка каких-то действий но смотрите о чем здесь говорит это это изображение во первых он лежит на каменной плите да здесь у нас спиндакль но он как будто бы надломлен знаете ощущение того что в тот момент когда у человека уже нету сил когда он уже надломлен именно в тот момент и происходит некое такое перерождение да потому что мы видим здесь никого такого человека силу до ромашка ромашка не ромашка подсолнух соли подсолнух и здесь мы видим червяка который должен превратиться в эту бабочку для того чтобы как-то вот начать действовать да потому что все таки если это если бы это был прямой треугольник потому что он здесь равно как-то вот под наклоном да то это стихия огня стихия огня это действие то есть человек надломлен и у него нету возможности как-то вот переродиться и начать действовать так вот для вас казалось что вы научились вовремя как будто бы уходить от каких-то конфликтов до уходить какое-то вот бездействие вот для чего для того чтобы как-то переродиться и вам казалось что вот это вот стабильность до уединение остановка каких-то вещей она вам как будто бы нужно для трансформации и вот вам вот этого трансформации оказалось очень таким ценным опытом но она таковым не являлась и мне хочется спросить почему почему она таким не являлась потому что вы как-то вот смотрите опять-таки четверка стабильность на четверка чаш если мы посмотрим здесь это у нас паровозик уходит по кругу и даже человек на него не смотрит а он как-то вот летает в облаках на вот здесь вот перышко говорящие как раз кием про про мысли те как будто бы погружается в эти моменты вы знаете вот опять таки вот это вот энергия защиты здесь вы скорее всего ощущали свою никчемность в эти моменты у вас как раз таки пробуждались вот эти вот страхи какой-то вот сам обман да то есть вам казалось что вы в эти моменты как-то меняетесь на самом деле вы как будто бы погружались еще больше в то во что вам возможно не нужно было то есть вы как-то придумали вот в этом был скорее всего самообман что я таким образом меняюсь на самом деле вы просто сбегали избегали от того что как чтобы как-то дальше действовать двигаться что вы осознали вот десятка жезла смотрите что нужно знаете вовремя просто сбрасывать вот эти вот ненужные деревяшки зачем тащить то что лишнее вы поняли насколько вы сильный человек на самом деле сколько всего вы можете выдержать потому что вот за спиной смотрите какие вот эти вот деревяшки бревна да какие мощные здесь прям цепи сколько силы прикладывает этот человек да вы осознали во первых свою силу во вторых сколько всего вызвалили на себя и вас это достало насколько всю свою жизнь вы как говорится пашите как папа карла толку от этого никакого нет что еще вас осознали какие-то ответственности которые на вас лежат и вот посмотрите вот двойка чаш вот вот они отношению так и давайте я вот перекрою смотрите двойка чаш пара здесь значит змей катуцей должен быть вот лев на в принципе сверху катуцея у нас летучий лев изображение вот двойка кубков очень красивая красивая пара что вы осознали что вот вы в своем парном проявлении себя опять-таки это может быть партнерство как личное так профессионально не суть в любом случае своей парности что вы тащите на себе больше вы вкладываетесь больше вот она вам и пятерка педакли не считаю что вы из-за того что отдаете отдаете по королеве кубков вы уже устали вы вкладываетесь намного больше вы все тащите на себе да вот эти вот все отношения все все ваше взаимодействие с другими людьми да даже если это не личные какие-то отношения может быть даже семейные вы уже устали вы это осознали как минимум вы осознали каких отношений вы хотите давайте посмотрим осознали ли вы каких отношений вы хотите ну вы находитесь в процессе по шпиндакли да вы очень много говорите на эту тему но смотрите здесь уже о хоть он и разговаривает прямо на самом краешке до дома либо какого-то здания здесь рано горшке проходит какой-то цветочек вы уже посадили по крайней мере зерна и расток он пророс и сейчас на ну вы стараетесь как-то вкладываете по крайней мере понимаете уже в чем вы изменились давайте мы посмотрим в чем вы изменились вот вот то что я и сказала вспоминаете да это аркан императрицы вот вышли абсолютно все то есть если вы женщина да то это вообще суперский год для вас был почему потому что вы прошли абсолютно все грани абсолютно все стадии становления себя потому что вопрос то был в чем изменились в чем изменились вот в своем каком-то статусе да то есть даже если не отвечать конкретно это вопрос вы были абсолютно все ну кроме звезды еще мне кажется все ипостаси женской энергии все королевы ну такого еще у меня в раскладе не было что выпали абсолютно все женщины если вы все-таки мужчина то здесь ваши жизни проигрывались отношения абсолютно с разными женщинами да причем не обязательно что это были какие-то любовные тому год быть родственные дружеские вокруг вас очень много женщин либо вы мужчина с такой более женской энергии вот но в чем вы изменились в статусе в своем да в каком-то проявлении ну во первых научились по крайней мере либо стремитесь к тому чтобы любить себя знаете проявлять себя быть уверенной как минимум либо уверенным внутри себя как-то дипломатично подходить уже каким-то ситуациям да уже не истерить уже не проявлять чрезмерную эмоциональность либо переживания чувство вины расстройства да уже здесь такого нет уже есть желание получать удовольствие реализовывать какие-то свои желания до идти в нечто новое расширяться изменились изменился ваш характер вы изменились но и для кого-то вот действительно изменился статус либо если вы женщина да не важно женщина мужчина да либо вы вошли в брак либо вышли из этого брака либо возможно какой-то статус даже и на работе у вас проявился так ну и последний вопрос что оставить вам 2021 году и не тащить 2022 смотрите пустая карта когда в этой колоде выпадает эта карта колода прям очень громко кричит и говорит прекращали если была другая да я бы все равно вытащила другую карту да но вот именно в этой карте она такая в этой колоде она такая достаточно своенравная если выпадает этот аркан то даже если я потом буду вытаскивать другие она все равно ничего не будет конкретного показывать то есть она говорит мне на данный момент что все я уже рассказала все уже чего там дальше говорить ну не надо не надо знать вам да что оставить в этом году и не тащите в 22 но не надо вам это знать скорее всего либо вы уже знаете либо вам это знать не надо то есть скорее всего по императрице да вот здесь вот уже все было сказано да как . уже была поставлена так такая у меня была вторая позиция так сейчас две секунды я соберу колоду так я поставила на паузу пока поставила на паузу сдала быстро колоду чтобы время тоже это не съедала двоечки прощаюсь с вами удачи вам новому году вот оставила сверху краски императрицу а мы с вами переходим позиции номер три зелененькому камешку так вот сюда поставлю троечки троечки давайте мы теперь посмотрим на колоде театр кукол который я не очень люблю но скорее всего постепенно здесь вопрос любишь не любишь вопрос привычки посмотрим что нам скажет как колоды какие то вот знаете все таки взяла но за исключением чеколика какая достаточно такие легкие да хотя нет кого я обманываю нелегкие энергии я просто подумал думать как карлера и колодки какие-то легкие да нет все нормально нормальный колодок так помешала я сделаем значит поле из десяти карт первое второе четвертое пятая шестая седьмая девятая десятая это на всякий случай одиннадцатый если что мы будем буду уточнять итак первая карта у нас будет ключевая каким был ваш год отодвинем 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 предвинем каким был ваш год так это что тройка ума столкновение да вы не проверите но предыдущие позиции тоже были мечевыми что произошло либо у меня на канале такие люди прям ну три три позиции три позиции мечевые тройка ума тройка мечей очень болезненный был для вас этот год причем знаете болезненный в том что вам нужно было как-то отстаиваться и точку зрения кому-то что-то доказывать кому-то что-то объясняйте скорее всего самому себе договариваться самим собой очень болезненный очень болезненный очень болезненный почему почему был такой болезненный хочется спросить девятка энергия знаете здесь вам приходилось очень многое очень многому научиться причем научиться скорее всего тому что вам было не совсем свойственно да вот это вот управление да как девятью вот здесь вот факелами вот этими горящими спичками научиться нужно было жонглировать разными ситуациями разгребать где-то такое ощущение что вот все разом на вас навалилось и дом и семья и работа и дети и все причем знаете здесь не то чтобы усталость а здесь в голове какие-то моменты даже были запутанные у меня ощущение того что были ваши жизни именно в этом году какие-то моменты некого забвения когда глава не понимала какой сегодня день на что я должен сделать где я нахожусь вот какая-то такая знаете путаница от перегрузки информации перегрузки каких-то дел которые нужны обязанности ответственности да если вы не падали в обморок то вот здесь вот было около того состояния у кого-то может быть и было такое а прям истощение может кто-то и ковидом переболел почему потому что вот здесь вот какое-то вот эмоциональное не эмоциональное интеллектуальное истощение да то есть я больше не могу решать вот присыщение хватит меня уже тошнит меня вот прям действительно в прямом смысле рвет от того что и разрывает того что блин я не могу уже решить я не могу весь свести концы с концами очень очень трудный болезненный год был для вас хорошо это общая энергия что вы хотели или ожидали от этого года так фиксация восьмерка энергии какого-то постоянства постоянство неприобретенного а что как-то знаете вот у стаканницы все а посмотрите здесь вы жонглируете смотрите ожидали восьмерки а получили девятку вы получили намного больше но не в минус а в плюс а может быть оговорка да не в плюс а в минус но оговорка вы ожидали что все будет спокойно да что вы как-то сможете управлять ситуации знаете как будто бы все стабильно будет все будет под вашим контролем и первично у вас будут деньги но по факту получилось то что для того чтобы получить эти деньги смотрите тот же самый мешок для того чтобы получить его чтобы сидеть на нем мне нужно было делать очень много много дел может быть здесь вопросы вот интеллект они были связаны как раз таки с финансовым аспектом с проявлением себя именно в социуме реализации себя здесь какая-то многозадачность проходит именно связанные и с деньгами и социуму что хотели и ожидали от этого стабильности я уже сказала хорошо еще давайте посмотрим что еще ожидали принц ума упорство да в принципе знаете этого-то вы и ожидали что придется прикладывать какие-то усилия посмотрите сколько сил вкладывай да чтобы столкнуть с места это это лошадь причем в прошлое да здесь как будто бы вы толкали ну вот избавиться от этого прошлого от этой лошадки которая да не туда она едет не туда вектор направлен не в будущее а как-то в прошлое вы ожидали что вы сможете справиться со своим прошлом что-то может быть оставить от чего-то может быть избавиться в этом прошлом по крайней мере была идея такая была мысль об этом получилось получилось притяжение получилось да наверное получилось если все-таки выпадает аркан притяжение получилось притянули притянули вы но притянули знаете как пришлось очень много работать Вам не было подарено ничего просто так. Пришлось очень много вкладывать, очень много действовать. Перед многими пришлось голову склонить, на колени встать, просить, умолять. Но получилось. Хочется сказать, какой ценой. Какой ценой. Здесь прям очень такое тяжелое все. Хорошо, какой урок вы отработали или какой узел развязали. Дрилость. Такая пауза. Я просто смотрю на этот аркан. Какой урок вы отработали. Знаете, ощущение того, что вы как будто бы здесь опять этот мешок с деньгами. Почему с деньгами, не знаю. Почему-то мне так пришло. Вы как будто бы заплатили за какую-то свою легкомысленность. Где-то, когда-то как-то вы поступили достаточно легкомысленно, непродуманно. И вы заплатили за это. Вот этот урок вы отработали. Стремление. Смотрите, опять он с этим мешком. Что ж такое-то? Аркан стремления. Что вы отработали? Смотрите, как вы ожидали, да? Как интересно карта показывает. Вот вы ожидали упорства, да? Избавиться от этой лошади. И спрашиваю, что вы отработали? Вот вы это и отработали, да? Взяли с собой эту лошадь. Взяли этот рюкзак. Вы стремились к этому. Вы хотели этот урок отработать. Я не знаю, с чем он конкретно связан. Но вы как будто бы расплатились. Вы отдали свои долги за какую-то свою опроменчивость. Как-то легкомысленно повели себя. И вы смогли вот здесь вот и мешок оставить его. Перепрыгнуть, перепрыгнуть. Двинуться дальше. Двинуться дальше. Смогли. Какой узел давайте развязали? Посмотрим, может быть, конкретно покажет. Королева мечей. Мягкость. Мягкость. Какой узел вы развязали? Вот это и было связано. Какая-то легкомысленность ваша. То, за что вы заплатили. Где-то вас словили на каких-то эмоциях. Я не знаю, может быть, это спор был. Может быть, было что-то, где вы проявили свою мягкохарактерность. Где вы уступили. Где вы, может быть, как-то вот прогибались про других людей. Может быть, хотели какого-то комфорта, удобства. И согласились на что-то. И вот как раз таки удобства и комфорта вы не получили. Вы повели себя так, как вам не свойственно. И вы за это поплатились. И этот узел у вас развязан. Ну и хорошо. Ну и слава богу. Чему вы научились? Вот эту карту возьму. Чему вы научились? Общению. Тройка энергии. Ну замечательно. Видимо. Видимо, те усилия, которые вы прикладывали. Смотрите. Между двумя вот этими вот мешками, чтобы их взять и пойти отдать, вот этот свой долг, который вы кому-то там что-то должны были. Долг не обязательно финансовый. Это вот, может быть, какие-то кармические моменты. То есть кармические в контексте того, что вы что-то сделали, и вам нужно было за последствия потом отвечать. Вот. И вы смогли это ответили. Но вот этот вот как раз таки урок, тот узел, который вы развязали. Причем смотрите. Здесь девочка, здесь мальчик, здесь девочка. А здесь девочка между двумя мальчиками. Вот вы почему-то, мне кажется, ну помимо того, что у меня больше подписчиков женщин, вы являетесь вот этой женщиной, которая находится между двух энергий. То есть вам, возможно, вы научились коммуницировать, общаться. И это было вот благодаря вот этой вот ситуации, к чему вам пришлось. То есть вы, ощущение того, что вы выиграли, знаете, с какой-то вот женской большей хитростью. То есть вот эта вот мягкость, она вам еще и в плюс пришла. Где-то вы нашли какие-то свои подходы, более дипломатичные, более мягкие, более гибкие. Вот. И это вам помогло. То есть вы не стали, скорее всего, общаться так, как общались обычно, да, по-мужски, вот с логикой. А здесь как-то вот женские какие-то качества проявили себя. То есть вы как будто бы сами себя, свою природу что ли узнали и проявили ее. И это вам пошло на пользу. То есть вот благодаря вот этому негативному уроку, то, что развязалось, вы научились общаться. Вы научились коммуницировать. Принцессы эмоции. Вы научились быть открыты. То есть, знаете, вы как будто бы использовали вот это вот женское качество открытости, да, когда я открыто пришел и признала, сказала, я не могу, да, у меня нет силы, у меня не получается, я принимаю свое поражение. Да, то есть вы как будто бы с кем-то боролись, да, проявляли мужские качества. Вот у меня такое идет ощущение. А ваша жизнь как будто бы учила, что можно по-другому. То есть если вы женщина, то можно по-другому. Не нужно вам быть тем, кем вы не являетесь. И не было доверия. Возможно, вы не умели просить о помощи, и вам пришлось, да, вы как будто бы сломали ваше эго, но это было вам во благо. То есть вот когда вы сломались, тогда все как будто бы и разрешилось. Тогда вот вы были услышаны. То есть вот как-то очень жестко вас учили в вашу открытость, в ваш мужской характер менять. Менять. Быть в доверии, на какие-то вот... показывать свою уязвимость, что вам вообще не свойственно. Причем на показ. И вот через эту уязвимость она стала вашей силой. Понимаете? Здесь вот как-то так было. Не мягкость покладистость, а уязвимость, она придала вам силы. уметь принимать поражение, уметь открыто говорить о своих проблемах, о своих трудностях, сложностях, о желании просить помощь, не быть Богом всемогущим. Потому что за это вам тоже пришлось поплатиться. А вот именно просить о помощи. Окей. От чего вы избавились? Давайте посмотрим. Вот здесь вот карта была. От чего вы избавились? Так, что это у нас? Четверка материи. Плоды. Интересно. Избавились. Избавились от каких-то плодов. Что это за плоды были? Возрождение. Вы переродились. Да, все, я поняла. Вы переродились. То, что вы привыкли получать, вот опять-таки весь урок, он сценарий, он здесь с этим связан. Вы переродились. Вы привыкли получать то, что вы хотите, так как вы хотите, по-старому. А это так не сработало. И вам пришлось, знаете, как будто бы учитывать других людей. Вот вы всегда опирались на себя. И это вот вам приносило, как раз-таки принесло вот это вот боли. И вас научили взаимодействовать с другими людьми. По-другому получать плоды. И благодаря этому вы смогли переродиться. Вот, избавились от этого. Что вы приобрели? Надежду. Надежду на что-то лучшее, что все-таки не все потеряно. Что все-таки, да, я смогу выстроить то, что я хочу. Как будто бы, знаете, может быть, научились. Вот мне хочется сказать, что опять-таки я не случайно сказала, чисто интуитивно, о том, что вас наказывали за какой-то эгоизм в контексте, что я все сам, я все сам. Это проявление эгоизма. Все сам может только Бог. Остальные мы все сами не можем, потому что мы взаимодействуем с другими людьми в этом мире. Так устроена наша игра, так устроена наша площадка. Все сами мы не можем, так или иначе. Потому что мы зависимы, мы связаны с другими людьми. Нам это нужно понять. И когда мы говорим я сам, либо я сама, нам урок приходит того, что окей, ты можешь сам, а вот делай теперь вот это, делай это. И в конечном итоге ты вот находишься вот в этой позиции, и ты понимаешь, что нет, я сам, оказывается, не могу. И вот здесь вот, когда вы поняли, осознали этот урок, вы его прошли, то у вас появилась надежда, что а вдруг, а вдруг в этом мире, а вдруг в этой жизни, да, я смогу получить то, что я действительно хочу. И причем не просто получить, а как-то вот по-новому, понимаете, выстраивая заново свое, свое видение этого мира. По надежде это не просто, когда вы сидите и ничего не делаете. Видите, он же, здесь девочка не просто надеется, да, она идет, она поднимается, она что-то выстраивает, совершает какие-то действия. Здесь не тупое ожидание и мечтание. А здесь надежда, и я прикладываю к этой надежде какие-то усилия. Вот усилия, которые вы приложили, вот вы выйдя из того, что вы ранее получали через перерождение, это дало вам надежду на то, что я справлюсь, я смогу. И я буду не один, у меня будет поддержка. Как минимум, вселенная, мир, мне природа, мне будет сопутствовать силы, мне будут помогать. Если это не люди, то как минимум, это как минимум. А это уже большая помощь. Здесь вы как будто бы, знаете, когда вы были сломлены, вы научились молиться, причем вы не перед кем-то, может быть, даже сломались, а вы где-то были какие-то моменты, когда вот в эмоциональном вашем порыве, когда оставались наедине, вы рыдали в голос, причем, знаете, когда выть хочется. И просили сил, вы не просили помощи, чтобы вам как-то высшие силы помогли в чем-то, а просили помощи, силы справиться с этим, чтобы эта ситуация как-то разрешилась. Вы, опять-таки, даже в этот момент оставались сильным. Но одно только признание того, что я не сильнее, не могущественнее тех сил, с которыми я взаимодействую, это вам показало, что, понимаете, здесь вам не хотели показать, что вы букашка, что вы ничто, а наоборот, вам хотели показать, что уметь признавать свои поражения, уметь признавать свои ошибки, это во благо, это показатель того, что я получаю опыт. То есть, знаете, это другая сторона человечности, эволюции, развития, не эгоистичная, а вот именно как раз-таки благостная какая-то. И вот эта вот вера, вот эта вот надежда, она дана была вам, то есть вас сломали, а потом вам дали надежду, что все получится, только получится теперь уже по-другому. Теперь получится по-другому, и ты сможешь получить то, что ты хочешь. Вот что-то такое тут, как-то так мне показывают. Хорошо, чем пополнилась копилка жизненного опыта? Да, я сказала, что вы приобрели надежду. Чем пополнилась копилка жизненного опыта, но вы этого не видите. Чем пополнилась ваша копилка? А вы этого не увидите. королева ума, проницательность. А, вот видите, вас научили как раз-таки быть более проницательным человеком. Знаете, какой-то вот этот урок такой достаточно серьезный, причем это был не один, а это, знаете, какая-то череда ситуаций на протяжении всего года вас научила быть как-то более осмотрительным, да, не делать уже поспешных каких-то выводов. Такое ощущение, что вот все время как-то переворачивалась ваша жизнь, да, ожидали одного от человека, а он, допустим, повел себя как-то иначе, а то, от кого вы не ожидали, там оказалась ваша помощь, то есть вам помогли. И вот здесь вот этот навык проницательности как-то, вот какой-то интуиции вкупе с разумом, умением просчитывать все ходы, умение предвидеть, ну, предугадывать, предсказывать, не знаю, как-то вот на будущее, то есть у вас хороший такой опыт был. Знаете, чувство такое, может быть, это для кого-то точечно, что кто-то из вас либо ваших близких был на грани тюремного заключения. И вот этот вот опыт, он настолько много всего вам преподнес, что вы увидели как будто бы жизнь немножко иначе. И вы вынуждены были как-то повзрослеть, как-то по-другому стать. Увидели что-то другое. Вот что-то почему-то у меня такое пошло. Может быть, для кого-то это точно. А может быть, это метафора, связанная как раз-таки с тюремным заключением, потому что здесь изоляция идет. Ну, может быть, даже и болезнь. Знаете, вот ковид на грани прям очень такой серьезный, где идет подключение к машине какой-то вот помощи, механической помощи. И вот это вот заставило как будто бы пересмотреть жизнь, пересмотреть какие-то ценности. Но вы этого не увидите. Либо вы этого не увидели, может быть, увидите дальше, да, потому что опыт этот появился у вас. А почему вы это не увидите, хочется спросить. Шестерка эмоций отсутствия. А потому что это, знаете, нету осознания этого. Нету этого как будто бы осознания. Вы сфокусированы на чем-то другом, поэтому и отсутствие. Вы не сконцентрированы на этом. Вы как будто бы в тот момент, когда это все случилось, как-то были зациклены на чем-то другом, сфокусированы. Поэтому к вам и не пришло осознание, что это есть, что это случилось. Хорошо, что вы считаете ценным опытом этого года, но оно таковым не является. Но вам кажется, что это было очень ценное. Так, аркан укрепления. Сейчас я вам покажу две секунды, я просто посмотрю на эти карты. Знаете, вам кажется, что вы в чем-то стали сильнее укрепления, да? Либо какое-то заикарение. Вот идет здесь какое-то заикарение. С чем это связано? Легкость. Вот урок легкости, он у вас присутствует так или иначе. Что вы как будто бы смогли заземлиться. Здесь как будто бы вы смогли стать как-то выше этой легкости, что ли. В чем вы заземлились? В чем вы заземлились? В эмоциях. Что вы как будто бы стали более сдержанными, да? Что вы стали более сдержанными и как-то управляете своими эмоциями? То есть вам кажется, что ценность в том, что вы стали малоэмоциональными. Вы считаете этим ценностью вашего опыта, но не в этом ценность. что теперь как будто бы я понимаю, да? Как мне быть, что эмоции это не есть хорошо. Вы как будто бы отказываетесь, что ли, от этих эмоций? Что лучше не летать в облаках, да? А как-то быть более заикаренным. Но не в этом ценность. А в чем? В разрушение. Что именно здесь разрушено либо нужно разрушить? Радушие. Здесь, скорее всего, нужно понимать, с кем и как себя вести. Вот в чем ценность. Не избавляться от эмоций, прям заземлять, прям быть слишком таким контролирующим. И не эмоции вас якорят. А ценность в том, что нужно разрушать вот эту, знаете, доброжелательность ко всем. Вот то, за что вы поплатились. Поплатились не потому, что вы доверчивый, мягкий человек, а скорее всего поплатились за то, что доверились не тому, кому нужно, не проверили, не перепроверили этого человека. Здесь нужно понимать вам и знать, кому нужно открываться. Не каждому человеку нужно открываться. Как говорил мой учитель, доверяй всем, но никому не открывайся. вот здесь как будто бы открылись не тому человеку. Вот в чем было разрушено, вот что нужно было понять. Да, изобилие. Вот здесь вот вы поэтому, в этом есть изобилие. И поэтому вот этот вот урок ценности, это в чем был в проницательности, да, в понимании, в узнавании людей. И вам в этом как раз-таки в помощь была коммуникация, то, чему вы научились. То, чему вы научились, это вот как раз-таки узнавать людей, уметь разговаривать, не додумывать, не придумывать, вот, а видеть людей такими, какими они есть. Хорошо, что вы осознали проявление. Как получать? Знаете, осознали, как получать то, что вы хотите. Как-то, знаете, ставить цели какие-то для себя. Как можно получить? Как можно получить? Что вы хотите получить? Коллапс, десятку маг. Как выходить? Вы научились не бояться в самые трудные времена, когда вот все как раз-таки, когда вы связаны по рукам, по ногам, да, проявлять себя, проявлять вот как раз-таки вот эту вот слабость. Получать какие-то шансы, возможности на то, чтобы выйти из трудных ситуаций, сложностей. Вот здесь вот как раз-таки у вас как будто бы, вот опять-таки повторюсь, но просто карты подсказывают и говорят примерно одно и то же. уметь просить о помощи, это один урок, а второй урок здесь уметь видеть правильно людей, такими, какими они являются, узнавать людей. А в этом вам поможет как раз-таки коммуникация, правильно общаться с людьми, узнавать, не додумывать за них. В чем вы изменились? В чем вы изменились? Повешены? Вы бы по-другому стали смотреть на мир, по другим углом, по другим ракурсам. Возможно, научились двигаться, возможно, научились вовремя брать паузу, остановку, чтобы все переосмыслить, не торопиться. Чему еще вы научились? Жизнерадостности, да, невзирая на трудности, сложности, уметь получать удовольствие от жизни, не бояться, что вот что-то, если было в прошлом, что оно повторится, потому что жизнь продолжается, повторяется только ваши повторные одни и те же действия, которые вы совершаете. Если к вам приходит действительно сознание, понимание, то вы это можете уже исправить, вы уже управляете этим, потому что поступаете по-другому, и как минимум вы получите другой результат. Что нужно оставить в этом году и не тащить в следующий прорыв. Вот тот прорыв, который вы совершили, оставьте его в прошлом. Интересно, почему? Не тащите его в следующий год. Почему? Потому что, знаете, вы получили вот эту гениальность. гениальность в чем? Вам прорыв и то, как вы поступали, поступили в этом году, и то, что вы совершили все вот эти сложности, трудности, не нужно будет их прикладывать в следующем году. Почему? Потому что тот урок, который вы должны были получить, вот здесь вот королева ума, а здесь король ума, королева мечей и король мечей, вы уже получили этот опыт. Не циклитесь, не циклитесь, доверяйте себе больше, да, уже этот опыт, он получен. Что еще вам нужно оставить в этом году, чтобы не тащить следующее? Будь здорова. Благодарю. Интерес. Что за интерес? Опять-таки, вот прорыв что за интерес надо оставить в этом году? Касательно того, точно, не здрава, куда вам идти? Да, то есть, знаете, такое ощущение, что не любопытствуйте о том, что вас ждет в новом году. Все, что должно произойти, это произойдет. Всему свое время. Ну хорошо, последнюю карту скажите, потому что ощущение такой о незавершенности. Вообще без вопроса. Последняя карта. Отрешенность. Знаете, вот здесь, в принципе, это аркан отшельника, кукла уходит, куда-то занавесь, да, выединение и спичка, потому что здесь уже догорает, да, все уже как будто бы завершено. Но у меня здесь именно по конкретному аркану в данный момент идет энергетика того, что идите в неизвестность. Вот мне хочется так сказать, туда, куда вы не знаете, туда, чего вы не видите. Вот просто шагните в неизвестность. Поэтому вам говорят, да, вам не нужно это знать. Шагните в неизвестность. Что там такое будет в этой неизвестности? Почему нам туда шагать надо? там есть что-то, чего вы ждете долгое время. Вот на этом я и закончу. Я не знаю, что. Возможно, вы ждете, потому что, знаете, вы какая-то вот бездна. Шаг доверия, рывок доверия. Нужно просто довериться и шагнуть. Что там будет, не знаю. то, что вы ждете. Ожидание вам не поставлю сверху. То, что вы ждете. Так, такой у меня был сегодня расклад очень большой. Я благодарю вас за то, что вы его просмотрели за какое-то вот ваше терпение, ожидание. Вот. А я с вами прощаюсь. В новом году обязательно сделаю расклад на то, каким будет Новый год, только не сейчас, позже. Опять-таки посмотрю энергии Нового года, только энергии. Не какие-то ситуации конкретные, а энергии Нового года. Прощаюсь с вами. Желаю вам отличной недели, всего самого наилучшего. Пока-пока. Продолжение следует...